МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В территории Гупровского городка планируется построить жилой комплекс в общей сложности на 1200 квартир. Также застройщик рассчитывает построить дороги-дублеры тех, что уже есть, и благоустроить часть Амурского бульвара. Благоустроенные скверы и умные остановки появятся в поселке имени Горького. На территории, которая расположена напротив управления завода, появятся скамейки и уличные светильники. Вместо старых тополей зеленители высадят более ста деревьев, преимущественно полутора- и двухметровые сосны. Кроме того, до 1 июля мэрия заключит контракт на строительство остановок. На них будут установлены электронные табло с информацией о времени прибытия автобусов. Все работы планируется завершить до ноября. Соревнования по кроссфиту среди пожарных прошли в Хабаровске. Спецодежда спасателей весит больше 20 килограммов. Именно в ней они и провели состязание. Участники поднимали 24-килограммовые гири из штанги, бегали, перекатывали шину весом около 100 килограммов, переносили пожарные рукава, отжимались, буксировали двухтонный автомобиль и многое другое. В состязаниях принимает участие 8 команд сотрудников пожарно-спасательных подразделений Дальневосточного федерального округа. Завтра состязание продолжится. Очередные плановые работы оставили без горячей воды больше ста домов в Хабаровске. Работы ведутся в районе улиц Ремесленной, Гомарника и переулков Трубного. По графику горячую воду отключали на сутки. Коммунальщики объяснили эту необходимость установкой заглушек, которую без остановки водоснабжения не сделать. К данной минуте работы завершены, горячая вода вернулась в 115 зданий Хабаровска. Перебоев с холодной водой, газоснабжением и электричеством в городе нет. Экстренные службы также работают в обычном режиме. По данным диспетчерской, за сутки произошло 30 аварий. Это чуть меньше, чем обычно. Зато выросло количество возгораний до 17. Обычно за сутки фиксируют до 5. Что же касается подстанции скорой помощи, то на пульт 03 поступило 661 обращение. Район Красной речки Хабаровска будет обеспечен качественной питьевой водой к декабрю 2020 года. К этой дате будет построен и введен в эксплуатацию новый водопровод. Сейчас каждое межсезонье местные жители вынуждены пользоваться привозной водой. Ход строительства проверил мэр Сергей Кравчук. Сейчас рабочие тянут трубы от улицы прогрессивной до автобусной. По ним вода на Красную речку будет поступать из центральной городской системы. К выполнению работ претензий нет. А вот к тому, что остается после строителей, вопросов много. На нескольких участках уничтожены зеленые насаждения. Сделали участок, привели его в порядок. Ну, наверное, так надо работать. Вот это безобразие, которое после себя они оставляют, это неприемлемо. Вот давайте вам сроку две недели, чтобы все то, что сделала подрядная организация, привели в порядок. Все расходы по строительству водопровода, а это полмиллиарда, взял на себя водоканал. Трубопровод будет протяженностью 7 километров. К настоящему времени пройдена половина пути. Чистая вода в квартире жителей Красной речки поступит только в декабре следующего года. Чем сегодня детей на обед кормить? Следующим пунктом в рабочей поездке стал загородный лагерь «Олимп». Здесь требуют срочного ремонта пищеблок, который не обновлялся с 60-х годов прошлого века. Последний раз ремонт на территории лагеря был в 2008 году. Тогда построили новые корпуса, привели в порядок территорию. Однако до пищеблока дело так и не дошло. Пять лет назад был разработан проект, но денег на его воплощение не нашли. Он находится в удовлетворительном состоянии, это сегодня. Но если смотреть на перспективу, то через 2-3 года пищеблок нам придется закрывать. По словам мэра, нужно разработать новый проект реконструкции пищеблока. После этого будет решаться вопрос по выделению средств. Пока загородный лагерь работает в прежнем режиме. Александра Теплякова, Виктор Казаров, Телеканал «Губерния». Новый бассейн на 50 метров может появиться на базе Дальневосточного учебно-спортивного центра в Хабаровске. В данный момент этот центр строится. Завершить первую очередь планируется в 2020 году. Там точно будут стадион, каток и два спортзала. А вот с бассейном вопрос пока не решен. Впрочем, в городе и так достаточно центров, куда можно сходить поплавать. Цены на это вполне доступны. Разовое занятие в Хабаровске стоит от 250 до 400 рублей. Абонементы, естественно, дороже. Как правило, можно купить книжку минимум на 8 занятий. Стоимость на них начинается от 1500 рублей. Чем больше занятий, тем, конечно, дороже, но при этом дешевле в перерасчете на отдельные занятия. Такая вот хитрая арифметика. Абонементы пользуются спросом у хабаровчан. Многие вместо тренировок в спортзале выбирают бассейн. Ну а для тех, кто пока сомневается, что будет ходить плавать, ну как минимум два раза в неделю, лучше остановиться на разовых посещениях. Самое небюджетное разовое посещение в открытом бассейне – 400 рублей. Зато за эти деньги можно поплавать под открытым небом, подышать свежим воздухом и даже подзагореть. В бассейнах на Ореховой сопке и в спортивном центре Тихоокеанского госуниверситета цена на разовое посещение одинаковая – 250 рублей. Небольшой бассейн на 20 метров есть на Выборгской. Называется он «Лайм». Там разовое посещение обойдется в 300 рублей. Юбилейная выставка народного художника России Виталия Дроздова открылась в галерее имени Федотова. На одной площадке собрали 55 картин из музеев Хабаровского края, частных коллекций и личного фонда мастера. На полотнах полвека наблюдений за людьми с их пороками, страхами и радостями. Портрет времени в репортаже Натальи Смолениновой. Психологические портреты сменяются нега летнего дня на пейзажах. Беззаботное детство контрастирует с одиночеством и безысходностью. Картины, представленные на юбилейной выставке Виталия Дроздова в галерее имени Федотова, не лишены морализма. И сразу открывают зрителю замысел художника. Сам мастер говорит, что всю жизнь пишет портрет времени, стараясь разглядеть красоту и горе чепохи. Свидетельство 90-х годов запечатлел нам Дроздов. Тихий час, детский дом. А сколько было детских домов в 80-е годы? А сколько сейчас? Можно, нужно думать. Ну, какое-то обращение к совести, это чисто русское обращение. Виталий Дроздов родился в поселке Переяславка. Рисовать любил с детства, но увлечения своего стеснялся, словно баловства. Ну, зайдут там соседи или родственники. О, художник от слова худо. Ну, как-то оно и не льстило мне. Не получив достаточного художественного образования в детстве, после школы поступил в геодезический техникум. Отправился в командировку на Таймыр, где все свободное время проводил в детской школе рисования. В 27 лет поступил в Суриковское художественное училище в Москве. И там, обучаясь у именитых мастеров, Виталий Дроздов и приобрел свою манеру. Писать долго, вдумчиво и добротно, по несколько раз переписывая полотно. Я не думаю, что это устаревшее искусство. Это то искусство, на которое мы ориентируемся. Это наши истоки на самом деле. Несмотря на возраст, Виталию Дроздову 80, он пишет до сих пор и много. На выставке представлены и его незаконченные работы, которые зритель сможет увидеть до середины июля. Затем полотно вернутся в мастерскую художника. Наталья Смоленинова, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния». Вы смотрите город. 19 июня 1946 года вышел первый журнал «Дальний Восток». Далее исторический факт. «Дальний Восток» пришел на смену журналу, который назывался «На рубеже». Он выходил в Хабаровске с 1933 года, но был закрыт во время Великой Отечественной войны. Первый послевоенный номер обновленного журнала был выпущен ровно 73 года назад. Свежие номера появлялись раз в два месяца. Над выпусками работали и редактировали журнал самые известные писатели. Наволочкин, Пришвин, Пфадеев и многие другие. Это издание стало настоящей энциклопедией жизни Дальневосточного региона. В 2008 году журнал «Дальний Восток» был награжден знаком отличия «Золотой фонд прессы России». Таким был город сегодня. А завтра в Хабаровске ожидаются спектакли, лекции и творческие встречи. А теперь во всем поподробнее. Хабаровчан зовут на встречу с японской художницей Ваканой Ямаучи. Ее акварели эксперты называют уникальными. Особенно эмоционально получилась серия работ «Пастбище», которую художница создала после трагедии на атомной станции «Фукусима», где Вакана работала волонтером спустя два года после аварии. В Хабаровске Вакана Ямаучи прочитает лекцию о современном искусстве. После можно будет задать вопрос и пообщаться с ней в неформальной обстановке. А в музее «Мир говорящих машин» состоится кинопоказ ленты «Мадонна. Рождение легенды». Фильм рассказывает о никому неизвестной танцовщице Луизе Чуконне, которая решила стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе, а мир получил неповторимую поп-диву «Мадонну». Начало кинопоказа в 19.30. На свободной сцене театра «Триада» покажут спектакль по повести Рэя Брэдбери «461 градус по Фаренгейту». Главный герой пожарный, но смысл этой профессии давно изменился. Теперь они занимаются тем, что сжигают книги. Но все меняется, когда герой встречает девушку, которая открывает ему новый мир. Свою версию этого известного произведения покажут артисты «Триады». Это была программа «Город. Жизнь краевой столицы» в событиях, людях и цифрах. Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе!